Золото нации. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский встретился с талантливой молодежью региона. Все эти ребята победители международных и всероссийских конкурсов. Одни добились успехов на общественном поприще, другие, несмотря на юный возраст, выдающиеся спортсмены и модельеры. Елизавета Фанасьева рассказала о своем сотворчестве с детским театром моды «Алиса». Учимся там именно создавать костюмы и одежду. Именно прям весь процесс от эскиза, сама идея создания, материал. И также представляем ее на конкурсах. Очень много у нас даже достаточно региональных конкурсов, где могут дети представлять свои работы. Губернатор поделился своими планами касаемой индустрии моды в Иванове и занятости в ней молодых людей. Есть идея открыть в текстильной столице международную школу дизайна. Пока решений нет, но такая у меня есть не то, что мечта, а желание сделать парочку, я думаю, даже конкурирующих, именно таких международных школ. Международную школу дизайна, где можно было бы... Потому что вот мне говорят, проще ребят отправлять туда, это не то. Важно, чтобы международные преподаватели к нам приезжали сюда. Это важнее. Потому что не у всех, во-первых, возможно здесь поехать, а во-вторых, нам надо здесь среду создавать, среду творения здесь. Более 30 юных спортсменов в минувшем году приняли участие в чемпионатах и первенствах мира и Европы. 20 человек вошли в состав сборных команд России. Двукратный чемпион Европы по спортивной аэробике Антон Шишигин рассказал, что для полноценных тренировок в его дисциплине Иванову не хватает специализированного помоста. Похоже на ламинат такая доска. То есть у него задача амортизировать, пружинить, смягчать, выталкивать. Естественно, не обладая такими возможностями, мы постепенно начинаем уступать другим странам, у кого есть такая возможность. Потому что они могут осваивать более сложные элементы за счет высоты, за счет безопасности. Конечно, наш народ такой, чем нам хуже, тем мы больше сопротивляемся и тем больше хотим достигать всего. Но смотря в будущее, конечно, я думаю, что он нам необходим. А вот с учащимися общеобразовательных учреждений губернатор намерен встретиться отдельно. А пока активисту российского движения школьников два задания от главы региона. Подумать над предложениями по улучшению качества образования и написать эссе, какое ребята видят Ивановскую область в будущем. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.